Всем привет! Как уже сказали, меня зовут Даниил Симмерман, и я работаю в Тинькофф банке, как ни странно. Сегодня я хочу выступить перед вами с докладом, который называется «Супер длинная», но на самом деле очень основной point. Мы поговорим про задачу определения интентов, в особенности в банках в Мчате, поговорим о том, какие там есть особенности, какие есть способы решать эту задачу, и в частности о том, какие есть особенности, когда у нас резко сдвигается распределение того, что пользователи спрашивают в чате, и как можно с этим работать. Давайте начнем с короткого интро о том, кто это такой. Как уже сказал, меня зовут Даниил Симмерман, я начал свой путь в машинном обучении N лет назад с соревновательного ML, пообеждал в соревнованиях, до сих пор этим увлекаюсь. На данный момент основным моим занятием является работа в Тинькофф, где я работаю уже второй год, и работаю, как уже сказали, R&D-инженером в NLP-отделе. Чем занимается наша R&D-команда? Пример проекта, который мы делали. Первый — это болталочный движок «Ассистента Олега», то есть разговорные какие-то свободные темы, то есть просто разговорный искусственный интеллект. Потом мы делали «Fishout Learning Intent Classification». Как раз-таки про этот проект мы поговорим сегодня. И делали там разные PR-проекты, самая известная из которых — это вот Айда Пушкин, автоматическая генерация стихотворений с горячей головой, куча искусственного интеллекта. Вот. Поговорим мы про задачи «Fishout Learning». Давай, собственно, начнем с того, что вообще такое задача классификации интентов. У нас есть пользователи, у нас есть бизнес, у которого есть куча продуктов, и у пользователей во время пользования нашим продуктом, извиняюсь эту автологию, обычно появляется супермного вопросов, на которые нам нужно давать ответы. И как все это работает? У нас есть чат, в котором работают операторы, и в этом чате у нас также есть какой-то искусственный интеллект, который пытается автоматически определить, который пытается автоматически определить, с каким намерением, то есть с какой целью пользователь написал в чат. То есть какой он из флоу, есть наш пользователь замечательный, он пишет нам что-то в чат, это идет в наш искусственный интеллект, он определяет, с каким намерением пользователь пришел, если ему это успешно удалось, то все супер, мы закрываем чат автоматически, успех. Какие особенности есть у задачи классификации интентов? В целом тут существует три особенности. Первое из них — то, что у нас много классов. Если у вас бизнес размера теньков, то у вас очень много продуктов. У этих продуктов очень много юзкейсов. И, понятное дело, у пользователя будет очень много продуктов. Ой, очень много вопросов. Вторая особенность — это то, что получать хорошие размеченные данные — это суперсложная задача. На самом деле можно сделать целый отдельный доклад о том, как правильно получать такие данные. Но в рамках этого доклада будем принимать за данность, что наши чудесные аналитики собрали нам очень хороший дата-сет. И третья особенность, собственно, из-за которой я перед вами выступаю, это то, что классы, точнее, интенты могут и будут меняться. Продукты эволюционируют, у пользователей потребности тоже меняются, и из-за этого у нас двигается много распределение, и нам нужно уметь адаптироваться под новые намерения, которые появляются у наших пользователей. Давайте поговорим о том, какие классические подходы, не спускаясь в глубокую эзотерику, существуют для решения этой задачи. Поговорим про классический текстовый классификатор, про регулярные выражения, и, в частности, подробно поговорим о КНН-классификаторе. Давайте начнем с бейслайна. Вам нужно решить задачу классификации интентов. С чего вы начнете? Ну, как ни странно, с какого-то классического текстового классификатора. Понятно, как он готовится. У нас есть данные, которые нам собрали наши аналитики. Есть какая-то модель, скорее всего, трансформер по типу Берта. Мы кормим наши текстовые данные в нашу модель и получаем какое-то распределение фиксированной вероятности по интентам. То есть модель после софтмаксов дает нам распределение вероятностей, где мы берем там максимальный и говорим, что это наш интент, с которым пользователь пришел в чат. Какие есть достоинства у этого подхода? Первое – это то, что… ну, это классика, это база. Люди понимают, как его делать. Есть куча туториалов, куча предобученных моделей, куча там разных трюков, как улучшить качество. Тут все суперпонятно. И второе достоинство – это то, что это state of the art. Неспроста это бейзлайн. Неспроста это подход, который используется в большинстве случаев. Он дает лучшее качество, лучшее, люди бы как бы ничего не придумали. Но у этого подхода есть недостаток, и недостаток случается в том, что для того, чтобы добавить какие-то новые интенты, нам нужно потратить время и переобучить наш классификатор. И из-за этого, если происходит что-то неожиданное, например, люди вдруг резко начинают спрашивать, как там снять наличку, какие могут быть санкции, как на мне это отразится, то нам нужно каждый день или там даже каждый час переобучать наш классификатор, чтобы успевать адаптироваться под новые появляющиеся потребности. И вот из-за этого недостатка банального классического классификатора нам недостаточно. Нам нужно иметь еще какое-то решение. Второе, что приходит в голову, когда мы говорим о классификации интентов – это регулярные выражения. Тут все тоже суперпонятно. То есть когда аналитик или продукт заводит новый интент, он примерно понимает, какие должны быть срабатывания, и накидывает какие-то регулярки, чтобы все это работало. Понянки и зостоинства – делается легко, пишешь регулярку – оно работает, суперлегко добавляет новые интенты. Каждый, кто знает регексы, может их добавить, что технология достаточно несложная. Но недостатки тоже достаточно очевидны. Первое – это то, что мы смотрим на какие-то подхождения одной строки в другую, и никакого понимания текста у модели, понятное дело, нет. Ну и второй недостаток, который на самом деле более критичен – это то, что это пусть никуда, и в конечном итоге у вас получается миллион интентов, у каждого из которых вот такая вот суперогромная, нечитаемая регулярка. Непонятно, как все это редачить, как заниматься с этим. То есть это не масштабируется. Регулярки – это пусть никуда. Поэтому существует третий подход, который комбинирует достоинства предыдущих двух, и этот подход называется классификатор на основе ближайших соседей. Он состоит из трех компонент, и как он работает. На вход ему приходит какой-то текст. Этот текст подается в основную модель машинного обучения, которое тут мы используем – это так называемый embedder. В чем его задача? Его задача выдать нам какой-то вектор фиксированной длины, и эти вектора, которые он выдает, обладают таким замечательным свойством, что если у двух текстов похожий семантический смысл, то есть если они одинаковые по смыслу, то они в каком-то векторном пространстве будут близки по какой-нибудь мере схожести, по космосному расстоянию или евклидовой дистанции, смотря что вы используете. Следующее, что у нас есть, мы получили эмбеддинг нашего текста с помощью нашего эмбеддера, и дальше мы идем в индекс. Что такое индекс? Когда аналитик или продакт заводит новый интент, он примерно понимает, какие текста должны срабатывать в этом интенте. И что он делает? Он добавляет через веб-интерфейс эти текста, эти текста прогоняются через наш эмбеддер, для них получаются эмбеддинги, и эти эмбеддинги с текстами для них мы складываем индекс, индекс ближайших соседей, по которому мы потом делаем поиск. После мы сделали поиск, у нас есть какой-то топ-к ближайших соседей, и этот топ-к идет в функцию принятия решений. В чем ее смысл? У нас есть к ближайших соседей, и нам нужно их как-то сегрегировать и понять, действительно ли это наш интент, или же это какие-то суперлевые соседи, и мы все еще не знаем, что это за интент. И вот задача этой диссеринфункции это сегрегировать к ближайших соседей и либо сказать, что это вот интент, перевод без комиссии, или еще какой, либо сказать, что, чувак, я не знаю, что это за интент, и выдать там какой-нибудь unknown, то есть ничего не выдать. Какие есть достоинства и недостатки этого подхода? Достоинства — это то, что мы с помощью нашего импедера мы используем машины обучения, и мы на самом деле можем понимать семантический смысл текста. То есть в нашем векторе, который дает нашу модель, заложен смысл нашего текста. Второе достоинство — это то, что мы можем суперлегко добавлять новые интенты. То есть когда мы понимаем, что на продел у нас какие-то новые сообщения валятся, у нас нет такого интента из специального UI, мы создаем этот интент, добавляем для него тексты, тексты, которые должны стриггериться, то есть сработать. Все это быстро пограняется через импедер, добавляется в индекс, и вот от введения в UI до работы на проде проходит там 5-3-5 секунды, что суперкруто. Но, понятное дело, кдн-классификатор — это не панацея, и у него есть недостатки. Первый недостаток — это, как я уже сказал, state of the art — это классический текстовый классификатор, и лучше мы ничего не получим. Поэтому по качеству кдн-классификатор все-таки уступает классическому текстовому классификатору. Второй недостаток, если это можно так назвать, это то, что завести такой подход не так просто, как регекс или обычный текстовый классификатор. Но в целом, если мы посмотрим, то все эти недостатки решаемы. Качество хуже, чем обычного импедера. Как мы можем это решить? Да, супер просто. Если у вас, если вы достаточно долго занимаетесь чат-ботами, то вероятнее всего у вас будет не один какой-то из подходов, который я назвал, а будет некая комбинация из них, то есть какой-то пайплайн. Допустим, сначала вы подаете текст в ваш обычный текстовый классификатор. Если у него там супермаленькие вероятности, то вы дальше подаете скэнер-классификатор и дальше спускаетесь вниз по пайплайну. То есть вы используете несколько моделей и они взаимодополняют друг друга, так что в целом качество всего чат-бота растет. Второй недостаток — это то, что не так легко завести, но, что это за недостаток? Мы инженеры, у нас нет проблем, мы не боимся сложностей. Сложно, но мы заведем. Давайте теперь поговорим о том, с помощью каких компонент мы можем завести наш KNA-классификатор. И, в частности, тут будут три компонента — данные, валидация и, собственно, модели, которые мы используем. Давайте начнем с данных. Изначально, какие данные у нас представлены. Я уже говорил, что собирать данные для обучения чат-бота суперсложно, но как данность у нас есть вот такой датасет, в котором у нас есть позитивные примеры, то есть текст и интент, к которому относятся. И есть негативные примеры. Что это такое? Это, то есть, у нас было срабатывание такого текста на вот такой вот интент на проте, но потом в результате какой-то там постпроверки, вручной разметки, допустим, мы узнали, что это на самом деле не тот интент. И, то есть, мы точно знаем, что этот текст не относится к этому интенту, а к какому из остальных тысячи интентов он относится, мы не знаем. И, то есть, наш датасет состоит из огромного количества вот таких вот позитивов и какого-то количества негативов. Теперь давайте перейдем к валидации. Как мы должны валидировать наш KNN-классификатор? Есть несколько способов валидации. Первый, такой самый простой, это у нас есть вот наш датасет, который был на предыдущем слайде. Мы просто разбиваем его там на две выборки, 80 на 20, одна тестовая, другая train. Ну, а тут достаточно очевидный недостаток. Так как я сказал, основная задача KNN-классификатора, особенно когда мы используем его в связке с обычным текстовым классификатором, заключается в том, чтобы хорошо работать именно на тех интентах, которых не было, когда мы обучали модель. То есть, основная задача KNN-классификатора это улавливать вот эти новые интенты, про которые модель никогда не слышала. Поэтому более правильным способом валидировать такую модель будет разбить обучающую выборку стратегицированную по интентам. То есть, в чем основной смысл? Мы разбиваем интенты в соотношении 80 на 20, ну, или там, в каком-то другом соотношении, так что какая-то часть интентов идет только в тест, а какая-то идет только в train. И таким образом, когда мы проводим валидацию, мы точно знаем, что это показывает, насколько хорошо наша модель генерализируется именно на те интенты, про которые она никогда не слышала. И таким образом мы понимаем, насколько хорошо действительно она будет работать на праде, когда распределение сместится. Теперь давайте поговорим о том, какие модели... А, нет. До этого поговорим про метрики. Какие метрики мы хотим смотреть? В целом, на праде у нас есть три метрики, на которые мы хотим смотреть перед выкатом. Первый из них это weighted F05. Это как бы основная метрика, которая показывает нам качество. Как насчитается, мы группируем нашу выборку по интентам, считаем там обычный F05. F05, потому что нам, очевидно, более приоритетно показывать, срабатывать реже, но правильно, если срабатывать часто и false positive таким образом, что мы выдаем какие-то неправильные срабатывания. То есть, понятное дело, что если мы часто неправильно срабатываем, то это негатив от клиента, и это в целом не круто. И дальше мы считаем, да, по каждому интенту и усредняем с весами, которые пропорциональны популярности интента на праде. То есть, основной смысл в том, что если интент очень популярен на праде, то нам нужно как можно меньше на нем ошибаться, потому что много обращений идет, и, понятное дело, чем он более популярен, тем более приоритетен он для нас. Вторая метрика, на которую мы смотрим, это coverage. Она считает долю примеров, на которых мы сработали, потому что, как я говорил, когда у нас есть decision function, она может либо сказать нам, что это такой-то интент, либо может сказать, что я не знаю, что это за интент. И вот, если мы не знаем, что это за интент, то вероятнее всего текст попадет на оператора, и это не круто. Мы хотим контролировать, насколько часто наш модель срабатывает, чтобы у нас не делали всю работу операторы. И третья метрика, это, как я говорил, у нас есть негативы, неправильные срабатывания на проде, и мы считаем, метрика считается как один, минус доля, когда мы неправильно, то есть определили интент, который точно не относится к этому тексту. И в чем смысл? В том, что негативные примеры, это как бы такие примеры, на которых уже была ошибка на проде, и то есть, скорее всего, это какие-то очень сложные примеры, и мы не хотим на них ошибаться. И вот поэтому мы смотрим на три метрики, перед тем, как выкатываем, но есть одно но. В чем оно заключается? В том, что для того, чтобы получить эти метрики, нам нужно поднять полностью сервис, который занимается вот этим K9-классификатором, чтобы получить честные метрики, на которые мы можем опираться перед выкатом. Когда мы находимся в процессе разработки, мы хотим как бы быстро обучать модели, смотреть хорошая модель или плохая, поэтому у нас были две другие проксиметрики, на которые мы смотрели при обучении, у нас был, понятное дело, в эволюционном додосет, и между собой модели мы сравнивали по ROC-AUC на этом эволюционном додосете и по обычному классификационному F05. Это как бы не настоящие метки, на которые мы хотим смотреть на праде, но они достаточно хорошо коррелируют с тем, что мы потом получаем на... когда поднимаем сервис и получаем действительно честные метрики. Теперь давайте, наконец, перейдем к тому, какие модели мы использовали. Начинаем, конечно, с бейзлайнов. Если вам нужен какой-то текстовый имбейдер, который достаточно хорошо работает и на русском языке, скорее всего, вы начнете с MUSE. Это модель, которая была выпущена вроде в 2018 году гуглом, обучалась она на трех задачах квеншнасеринга, NLI и перевода. Она мультиязычная и русский один языков, который она поддерживает. Какие достоинства А, нет. Начнем с того, как именно мы использовали ее в пайплайне. Как я говорил, вот здесь в качестве имбейдера мы использовали MUSE. Здесь у нас обе изменения, тоже текстовый индекс, про него ничего интересного. И в качестве decision-функции, функции принятия решений, мы использовали среднюю похожесть всех примеров интента. То есть усредняли по каждому интенту космосную похожесть. И если она больше какого-то треш-холда, то мы говорим, что это интент, который нам нужен. Какие достоинства и недостатки есть у первого подхода, который я писал? Достоинства это то, что это хороший бейзлайн. MUSE отличный имбейдер, если вы не хотите ничего обучать. Но недостатки тут тоже достаточно очевидны. Во-первых, MUSE никогда не видел банковские данные, то есть он обучался на каких-то открытых датасетах, которые ничего не знают о том, что пользователи тиньков спрашивают в нашем чате. И второй недостаток это то, что, как я сказал, он обучался на задачах квешнарсеринга, NLI и перевода. Таких датасетов у нас немного, и поэтому MUSE fine-tunit это супернетривиальная задача в нашем контексте. И второй бейзлайн, про который тоже стоит упомянуть, который мы попробовали, это использование softmax классификатора в качестве имбеддера. В чем основной смысл? Есть вот такая статья, ссылка на которую я приложил, в которой ребята дали строгое обоснование тому, что когда мы обучаем softmax классификатор, если он потом будет брать вот это распределение вероятностей и использовать его в комминс кластеризации, то у нас получатся достаточно хорошие результаты. Понятное дело, если мы можем использовать это в комминс, значит мы можем также использовать это в ближайших соседях. И таким образом мы можем использовать классификатор, обученный на банковских данных в качестве нашего имбеддера. Ну и интерес, это тоже достаточно понятно, то есть если у нас два текста как бы похожи по смыслу, то вполне вероятно, что классификатор выдает за них какое-то примерно похожее распределение вероятностей. Какие результаты мы получили когда посмотрели на наши бейзлайны? Да, мы видим, что классификатор в качестве имбеддера действительно работает достаточно хорошо, и мы получаем прирост в 5,5 и 6,5 процентных пунктов по нашим проксиметрикам, на которые мы смотрим. Это как бы уже супер классно, но по сути именно для нашей задачи мы ничего не обучили. То есть мы просто взяли какие-то имбеддеры, чтобы по-быстрому посмотреть, какое качество мы вообще можем получить. Когда мы говорим о задачах имбеддера, вероятнее всего мы захотим обучать какие-то метрик лернинг модели. Что такое сдача метрик лернинг? Как я уже сказал, нам нужно получить какой-то имбеддер, который будет обладать таким свойством, что если мы подаем к нему два текста, у которых одинаковый смысл или, например, одинаковый интент, если мы хотим такого добиться, то у векторов, то есть у выхода этой модели, нашего имбеддера, для двух текстов должны быть похожие векторные представления. и, как обучается метрик лернинг модели, у нас должен быть датасет, состоящий из пар, для простоты пар, и у этих пар должна быть метка, относятся ли они к одному классу или же относятся они к разным классам. Если к одному классу, то мы минимизируем расстояние между ними, то есть примеры одного интента должны быть близко. Если они разных классов, то мы максимизируем расстояние, и мы хотим, чтобы они были максимально далеко. Как я уже сказал, для метрик лернинг обучения нам нужны датасеты. Датасеты в специфичном виде. Изначально у нас есть только вот этот наш классификационный датасет, в котором у нас есть текст и интент, к которому относится этот текст, или же к которому он точно не относится, то есть негатив. И из-за такого вот вида датасета мы хотим получить датасет для метрик лернинг задачи, где у нас есть два текста, и если они похожи друг на друга, точнее, если они из одного интента, то у нас тут метка один, если они из разных интентов, то метка ноль. В идеале что мы можем сделать? Мы можем скомбинировать все примеры из этого датасета и проставить метки. Но, понятное дело, тогда у нас будет огромный датасет, и обучаться на этом супердолго. Поэтому нам нужно каким-то евристиками собрать датасет поменьше, но в то же время, чтобы он был репрезентативен. Простой способ собрать такой датасет, это для каждого примера, для каждого позитивного примера, случайно сэмплировать какие-то негативы из других интентов. То есть, тут все суперпонятно, мы просто берем каждый текст, и для него мы знаем его интент, берем все текста других интентов, и случайно сэмплируем каких-то негативов. Но в чем основной недостаток? В том, что если мы будем использовать такой подход, то большинство наших примеров будут выглядеть примерно вот так, то есть, понятно, что это суперразные тексты, и самая глупая модель не составит особого труда понять, что это тексты из разных интентов. Поэтому нам нужен какой-то более сложный способ для того, чтобы собрать вот именно хорошие, так называемые hard-негативы, то есть сложные примеры, которые должны запутывать модель, чтобы процесс обучения у нас шел не впустую. Как выглядит этот способ посложнее? Мы можем использовать какой-то вспомогательный индекс из KNN или MinHash для того, чтобы получать примеры, которые относятся к другим интентам, но в то же время которые очень похожи на примеры, например, для которого нам нужно получить негатив. Как выглядит сбор такого датасета? мы проходимся по каждому примеру, мы знаем его интент, и для каждого такого примера мы строим какой-то индекс, в нашем случае мы строим MinHash индекс, который смотрит по коэффициенту Жакара, то есть смотрит насколько сильно пересекается этот текст и нграммы других текстов, то есть нграммы нашего текста и нграммы других текстов из других интентов. И основной смысл в том, что прогоняя наш текст через MinHash индекс для текстов всех других интентов, мы получаем какие-то примеры, которые пересекаются по нграммам с исходным текстом, но в то же время которые относятся к другим пользовательским намерениям. И вот с помощью такого алгоритма мы можем получать примеры, которые выглядят более сложно, которые выглядят более сложно, чем если мы будем тупую сэмплировать случайным образом. И вот таким образом мы собрали датасет, в котором у нас было определенное количество сложных негативов, ну и понятное дело позитивы в каждом интенте мы можем просто получать совмещая все пары примеров одного интента, то есть их не так много, мы можем взять там все пары. Теперь давайте поговорим о том, какие модели мы использовали в этой задаче. Базовая модель, которую мы взяли, это наш предобученный берт, который мы чаще всего используем для обучения на каких-либо задачах. он предобучался как классический берт на сдаче MLM, ну в чем сдача MLM, нам нужно предсказать, какой токен стоял на месте замаскированного и таким образом мы получаем какую-то хорошую предобученную модель, которая просто имеет хорошее представление о том, что из себя представляет банковский текст. То есть за счет того, что мы предобучали модель на банковских текстах, у нас получается какая-то хорошая начальная точка, хорошие начальные веса, чтобы потом тюнится под задачу метрик лернинга. Берт предобучался по задаче MLM и на выходе берт нам выдает эмбейдинг для каждого отдельного токена. Как я уже сказал, нам нужно получать какой-то один эмбейдинг для всего текста, чтобы потом использовать его в KNN-индексе. Каким образом мы можем адаптировать наш берт к задаче метрик лернинга, чтобы он выдавал нам один эмбейдинг? Самый лучший юристически подобранный способ это использовать простое усреднение эмбейдингов всех токенов. То есть берт нам выдает эмбейдинг для каждого отдельного токена, мы это усредняем и говорим, что усреднее всех наших эмбейдингов каждого токена это эмбейдинг для своего предложения. То есть в нем заложен смысл о всей постоянности токенов, которая пришла нам на вход. Супер, у нас есть усредняющий берт, у нас есть данные, что можем делать? Мы можем обучить. Собственно, поставили мы на обучение и получили вот такой график. По реакции зала не очень понимаю, как они относятся к этому графику, но кажется, что растет. Супер. Но на самом деле, если мы посмотрим на шкалу у, то очевидно, что космосная F1 у нас в районе 0.5 колеблется и никуда не идет. Почему так происходит? У R&D инженеров было куча гипотез. Один говорит, что у вас тут градиенты взрываются, третий говорит, чуваки, вы сделали суперсложные негативы, вам нужно делать куррикулум леарнинг, давайте все по-новому делать. Но, но, как оказалось, если мы посмотрим, сделаем банальный HAT64, то есть посмотрим первые 64 примера из нашего обучающего датасета, первое, что мы видим, это что метки хорошо расставлены, то есть с этим мы не продолбались, но, что мы можем заметить, что в первых 64 примеров один из текстов у нас постоянно константный. То есть, если мы вспомним там какой-нибудь Machine Learning курс вторая серия, то мы помним, что если мы хотим использовать статистический градиентный спуск, то он должен быть действительно статистический, чтобы как бы аппроксимировать нормальный градиентный спуск. Но когда у нас один из текстов константный, понятное дело, что мы постоянно вводим градиент в каком-то не том направлении, и он на самом деле нифига у нас не статистический. Как это решается? Я думаю, супер понятно, нам просто нужно зашафлить наш датасет, и таким образом, после того, как мы зашафлили датасет, и заново запустили обучение, мы видим, что тут картинка у нас уже выглядит намного лучше, градиенты текут, моделька обучается, все супер. Итак, мы обучили модель и получили вот такие вот проксиметрики. Что отсюда видно? Отсюда видно, что если мы дообучаем наш имбеддер в метрик-тронинг-контексте, то мы можем получить намного лучший буст в 17% пунктов и почти 20 относительно бейслайна в качестве мюза. Выглядит как супер крутые результаты, и на самом деле так и есть. Мы подумали, все супер, пора бы катить это на прот, пора считать переплодовые метрики, то есть на те метрики, про которые я говорил в самом начале. Подняли сервисы, посчитали метрики, и основная метрика, которая показывает нам, какое качество нашего классификатора, показывает нам, что мы начинаем перформить хуже на 11% пунктов. Но, но расстраиваться не стоит, потому что если мы посмотрим на каверидж, то мы видим, что на самом деле пайплайн начал покрывать намного больше примеров, но в то же время покрывать начал намного хуже, потому что у нас падает вейтед F05. Что нужно сделать для того, чтобы улучшить ситуацию? Как я говорил, в нашем пайплайне у нас есть такая штука, как функция принятия решений, decision function, и в нее защита дрэш-холды. То есть если у нас агрегированный скор меньше какого-либо трэш-холда, то есть если мы не слишком уверены в том, что это наш интент, то мы ничего не выдаем. И основной смысл в том, что не потюнив эти трэш-холды под конкретную модель, понятное дело, что результат у нас будет сильно разниться, и вот в данном случае так у нас и получилось. Что нужно сделать? Понятное дело, нужно потюнить наши трэш-холды. Как нам нужно их подбирать? Первое, что нужно сделать, это понятное дело подбирать их на полностью тестовой выборке, на которой мы валидируемся, нельзя, потому что, по сути, мы переобучимся под наш тест, а это не круто. Поэтому первое, что мы делаем, это мы отделяем от тестовой выборки какую-то часть, на которую мы будем подбирать пороги, и используем только ее. Дальше, что мы делаем? На вот нашей выделенной выборке, которая отличается от той, на которой мы будем в конечном счете считать метрики, мы решаем задачу оптимизации с ограничениями, что нам нужно? Нам нужно максимизировать граммическое среднее между weight F05 и негативной точностью при условии, что у нас coverage больше какого-то X, где X — это какой-то там бизнес-метрика, которую хотят добиться от нашей продукты. И с помощью подбора порогов, после того, как мы их подобрали, мы получили вот такие вот финальные метрики, то есть на продовых значениях мы получили улучшение в 74% пункта weight F05 и в 5% пунктов на negative accuracy, при том, что coverage у нас не заменился, то есть меньше наша модель срабатывать не стала. И это были суперрезультаты, которыми мы действительно были довольны. Конечно, это не state of the art, то есть мы попробовали далеко не все из того, что можно сделать в этой задаче. Поэтому сейчас давайте поговорим немного о том, каким образом мы можем улучшить то, что мы уже сделали. Первое, что приходит в голову, это то, что давайте попробуем более большие сетки и давайте соберем побольше данных, самое очевидное и неинтересное. Следующий пункт, что можно попробовать, — это triplet loss. Вероятнее всего, когда я показывал слайд про metric learning, те из вас, кто до этого были с ним знакомы, подумали, почему он не сказал про triplet loss. Не сказал я про triplet loss, потому что контраст на самом деле собирать датасет для него намного проще, то есть с tripletами нужно немного больше провозиться. Но в целом, если мы соберем вот такой датасет, где у нас для каждого примера есть хороший позитив и хороший негатив, то, вероятнее всего, мы тоже сможем получить какой-то бюст в качестве. Бюст в качестве. Следующее, что мы также можем попробовать, — это предобучение. Сейчас я сказал, что в качестве базовой модели мы взяли BERT, который был предобучен на задаче MLM. Понятное дело, что MLM выдает хорошие embedding для каждого отдельного токена, но он никогда не обучался под усреднение, то есть под embedding для конкретного предложения. Поэтому мы можем использовать, например, предобучение в контексте диалоговых данных. То есть что мы можем сделать? У нас есть данные формата вопроса пользователя и что ему ответил оператор. И мы можем сделать два embedder, один из которых будет делать embedding для сообщения клиента, второй — делать embedding для сообщения оператора. И если этот ответ оператора действительно был на вот это сообщение, то нам нужно, чтобы embedding между ними, то есть чтобы их векные представления в каком-то пространстве были очень близко. А если это какие-то рандомные неподходящие операторские ответы, то нам нужно, чтобы они были далеко. И вот таким образом после такого предобучения мы можем взять embedding для клиентских сообщений и фантюнить его уже под нашу задачу классификации интентов. Следующий пункт тоже про предобучение — это фреймворк SIM-KSE. Какая-то самая идея. Ребята придумали способ, чтобы предобучать metric learning-модели, embedders, на данных, у которых нет разметки. То есть, для примера, у нас есть какой-то десет с клиентскими сообщениями. И что мы можем сделать? В качестве позитивов, точнее, позитивных пар, мы можем использовать один и тот же текст, применяя к нему разные дропауты. А в качестве негативов мы можем использовать просто какие-то случайные пары. И вот ребятами, которые написали эту статью, было доказано, что в таком контексте мы получаем более хорошее embedding для своего приложения, чем для других способов предобучения. Поэтому выглядит как суперспособ, который, вероятно, мы попробуем в ближайшем будущем. На этом мой доклад подходит к концу, и совсем скоро мы пойдем на автопати, поэтому давайте перейдем к выводам. Первый вывод, который можно вынести из моего доклада, то, что в бизнес-кейсах нам не всегда интересно решение с лучшим качеством. Как, например, в нашем случае, мы можем получить качество немного хуже, но за счет этого мы можем получать большее покрытие и чаще закрывать пользовательские потребности. Второй takeaway – когда вы слышите стук копыт, думайте о лошадях, а не о зебрах. В чем смысл? В том, что когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой при обучении моделей, в большинстве процентных случаев самое простое объяснение будет самым релевантным. Как в нашем случае, просто пошафли данные, а не думай о взрывающих ингредиентах и прочей штуке, и все у тебя будет супер. И третий point – задумывается о масштабируемости решения. Тут важно понять, что масштабируемость бывает по разным осям. То есть мы задумываемся о том, как масштабировать классификатор по оси количества запросов. То есть мы просто делаем больше подов, больше сервим, больше классификаторов. Но при этом мы не задумывались о том, что нам также нужно масштабироваться с количеством интентов. И с помощью нашего кленок-классификатора мы как раз-таки задумались о масштабируемости по оси интентов. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Можно задавать вопросы. Мои контакты на слайде. Спасибо, Даниил. Давайте перейдем к вопросам. Привет, спасибо за доклад. Подскажи, вот когда ты говорил, что нам модель надо встраивать в PayWine, что вот KNN вроде похуже, чем Sota BERT. Ты сказал, что давайте, если у нас модель выдает, ну, как бы, неуверенно, то давай потом это впихнем в KNN. Вот, это, почему не наоборот? Потому что кажется, что KNN, он больше покрывает, но менее точен, вот, и что кажется, что вот классификатор после него, это как раз вот какой, еще раз как бы убедиться. Вот, то есть, был ли какой-то ресерч, вот, не знаю, там, переставлять вот так вот это в PayWine, вот, или какие-то мысли про это? Мне кажется, или это не имеет никакого смысла? Ну, то есть, классификатор у нас лучше по качеству, это показано на метриках. То есть, Зачем тогда после него? Потому что есть какие-то примеры, на которых он не может срабатывать. Почему просто KNN? Потому что качество будет хуже. Качество у KNN отдельно от основного классификатора хуже, хуже. Еще вопросы? Спасибо за доклад. У меня вопрос такой вот, то есть, опять же, разговор про пайплайн. Когда в обычном классификаторе становится много интентов, которые он не знает, вот, как вы принимаете решение, что нужно его уже дообучить дополнительно? И как часто это вообще приходится делать? Хороший вопрос. На самом деле, у нас постоянно идет работа о том, чтобы создавать новые интенты и получать выборку для них. Так что у нас нет такого, что мы там в графане мониторим какие-то метрики, и когда у нас там слишком много анкноунов, мы начинаем работу. Насколько постоянно ведется работа, и там несколько раз в квартал, мы пытаемся стабильно обновлять наш классификатор. Еще вопросы? Пробовали ли использовать фаиз для вычисления коненки на ГПУшке? Супер хороший вопрос. На самом деле, не пробовали. Прямо сейчас, по-моему, в качестве движка у нас работает эластик. Окей. Понял. Спасибо. И еще пару вопросов. Как выбирали треш-шолд, когда вы отправляете к оператору? И когда сравнивали разные модели, тоже получается, вы их с одним треш-шолдом смотрели, чтобы сравнить качество? Или как? Вот когда мы получали вот эту вот финальную табличку, мы с помощью вот этого вот скрипта для подбора порогов подбирали самые оптимальные пороги для МИЗа и для контрастов, ну, для эмбейдера, которые мы обучили. И вот подбирали так, чтобы не давали лучшее качество на вот этой отложенной выборке специально для подбора порогов.